Что такое УАК? Мы зашли на главную страницу сайта УАКа. Он у меня открыт все время в закладках. Является одним из крупнейших игроков на мировом рынке авиастроения. Приоритетными направлениями деятельности является разработка, производство, реализация, эксплуатация, модернизация, гарантийное и сервисное обслуживание, ремонт и утилизация авиационной техники, гражданского и военного назначения. УАК – это объединенная авиастроительная корпорация. Это фактически вся страна от Таганрога до Комсомольска на Амуре. 92 тысячи профессионалов – инженеров, конструкторов, рабочих. Мы всегда работали в условиях жесткой конкуренции, иногда неравной конкуренции. Сейчас, конечно, реальность стала несколько иной, и это требует от нас другой реакции. Но мне кажется, мы к этому готовы. В этом году корпорация УАК объединилась с корпорациями «Сухой» и корпорациями «МИК». Стала руководить производством самолетов, стала руководить филиалами, то есть заводами. Процесс слияния, на мой взгляд, он открывает и для нашего АКБ тоже новые возможности. Мы в соответствии с указом президента к 2025 году должны перейти полностью на отечественные продукты, в которых ведется разработка авиационной техники. Вот эти вызовы проще решать именно в рамках объединенного конструкторского бюро. Конечно, мы по-прежнему гордимся тем, что среди нас есть илюшенцы, туполевцы, суховцы, миговцы и так далее. Но мы должны себя почувствовать частью единой команды, которая решает единые задачи. И только вместе мы можем справиться. Новый ЛАК – это самые современные решения, новые технологии, новые самолеты. Когда мы начинали проектировать МС-21, мы себе ставили задачу, чтобы этот самолет был абсолютно конкурентоспособен на мировом рынке. Я вообще считаю, что проект МС-21 – это очень амбициозный проект. Это же вызов. Ключевое техническое ношество – это беспрецедентно широкое применение полимерного композиционного материала в основной силовой конструкции самолета. Мы ставили задачу минимум на 6-8% иметь конкурентные преимущества по топливной эффективности даже с современными моделями Boeing Airbus. Вот для этого применили композитное крыло. Потому что на алюминиевом крыле мы бы этого достигнуть не смотрели. В мире все с большим скепсисом относились с самого начала к успеху этого проекта. Никто до нас эту технологию для изготовления агрегатов такого размера, как крыло, не использовал в принципе. Действительно был достаточно фантастический проект. Надо было решить сразу несколько комплексных задач. Научиться проектировать, испытывать, считать это крыло, создать тот материал, который нам необходим, и построить с нуля заводы, на которых это крыло можно изготовить. В общем, в течение очень ограниченного срока, буквально 5 лет, эти задачи были решены все вместе. Если говорить о нынешней ситуации, МС-21 это не просто самолет, который высокоэффективен, комфортен, а транспортная и безопасность страны. То есть мы понимаем, что пройдет энное количество лет, Boeing и Airbus, они с рынка уйдут, а людей надо перевозить по стране. Страна у нас огромная. У нас, конечно, вторая линейка, есть Супер-Жет, он немножко меньше, это региональный самолет. Но вот эти два самолета в паре, они решают основную транспортную задачу, будут решать ближайшие 15-20 лет. Когда мы прошли вот через все эти этапы и через все трудности, то момент, когда самолет взлетает, это даже невозможно передать словами. Полет длился где-то чуть больше 20 минут. Я просто легла на кровать, закрыла глаза, лежала 20 минут, мне пришло сообщение, все, с меня сел, все хорошо. Это момент, ну, такой вот, то есть это когда у тебя выступают слезы на глазах, и ты понимаешь, что ты вложил в этот проект огромную часть своего я, и вот этот проект летает. Как можно вообще жить без этого? Для меня как бы нет другой реальности. Мне кажется, любовь к авиации, она приходит, когда люди приходят на наши предприятия. Это интересная работа, работа над новыми проектами. Сейчас у нас очень много самолетов, которые выходят в серию. Ил-76, новый беспилотник «Охотник», Су-57. Ты, конечно, испытываешь гордость, что ты сопричастен с этой корпорацией в части лучшей в мире боевой авиации. Наш флагманский проект Су-57, он является многофункциональным истребителем пятого поколения и способным решать как истребительные задачи завоевания превосходства в воздухе, так и ударные серьезные составляющие, в том числе номенклатуры и авиационных средств поражения, которые у западных партнеров для их самолетов отсутствуют. Су-57 — это цифровой самолет. С момента аван-проекта до момента серийного производства он весь пронизан цифровыми технологиями. Технологии сегодня, конечно, они развиваются в область цифровизации, конечно, они развиваются в область роботизации, дистанционного управления. Человек, который работает в нашей корпорации, это высокообразованный, с большим уровнем компетенции. Это человек, правильно сформулировать, это лучшие люди в стране. Наши специалисты не могут быть не уникальны. Это касается каждого конкретного конструктора, инженера и технолога, и специалиста, и рабочего на заводе. Люди — это отдельный фактор, это наш основной актив, это то, за что мы бьемся, и чем больше все дорожим. В УАКе сегодня работает достаточно молодой коллектив. Средний возраст у нас в целом по УАКу 42 года. Мне сейчас 26 лет. Мне 32 года. Уже вот в следующем году я буду праздновать 10 лет своей работы в ЭКБ Сухого. Поэтому я бы не сказал, что такой молодой. Я долго думал, чтобы пойти в IT-компанию, но изначально так сложилось, что я попал в ЭРКОМПОЗИТ на практику. Как раз заниматься разработкой управляющих программ для роботов иглочных. Меня это как-то сильно затянуло. Ну, программировать я и здесь могу. Ну, а вот посмотреть, пощупать, как это в реальной жизни все выглядит, можно именно вот на заводе. Это моя специальность упрощать людям жизнь и заменять в достаточно тяжелых амазонных производствах работу человека. В настоящий момент мы работаем над перспективным беспилотником для доставки грузов в труднодоступные населенные пункты. Изначально, вот когда ты работаешь в ЭКБ Сухого, при слове ОАК, в голове все представляет, большую неповоротливую корпорацию, которая кажется, что свои бюрократии тебя накроют, и ты ничего не сможешь делать от слова совсем. И когда мы пошли в ОАК согласовывать финансирование на наш проект, я был удивлен позицией ОАК, что это совершенно не закостенелое, а наоборот прогрессивное предприятие, которое, наоборот, хотело и всеми силами поддерживало наш проект. У нас очень молодая активная команда. Это все люди с горящими глазами, которые, я бы сказал, что не верят своему счастью и возможности заниматься проектированием нового самолета, потому что, так если подумать, да, сколько вообще стран в мире способны спроектировать свой летательный аппарат от и до. Наше руководство ставит перед нами такие задачи и дает нам для этого все возможности. Ну, то есть, молодой амбициозный человек не может позволить себе отказаться от такого предложения. ОАК для меня — это команда, люди — это чувство сопричастности к самой высокотехнологичной компании в стране. ОАК — это технология полета. Наш новый бренд — это как раз трансформация, цифровизация, новые вызовы, объединение, при этом приверженность традициям. Мне кажется, что в этом лозунге выражена как раз суть, душа авиастроительной корпорации. Два самых главных слова, которые используют технологии — полет. Полет понятно, почему. Но технология — это не просто станки и оборудование. Технология — это то, как мы делаем наши самолеты. ОАК для меня — это любимая компания. Ужасно люблю людей вообще, с которыми я работаю, и своих сотрудников, и своих коллег, и свое руководство. Компания, в которой я с удовольствием перехожу работать. С открытым ртом ходишь и смотришь на все эти самолеты, и думаешь, как же тебе повезло. Для меня ОАК — это возможности. Это отрасль, которая является драйвером, которая тянет все остальные отрасли за собой. Это выпускаемая нами продукция, которая каждый день поднимается в небо. Мы делаем крылья Родине. Для меня ОАК — это будущее страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова